готов поехали пишем всем доброго утра с вами снова им зап сегодня покажем расскажем о том как плохо заводится или не заводится дизельный двигатель мороз у нас сегодня сол турбодизель 16 смотрите знаете с чего начну начну с того что вчера нам оставили две машины которые не заводят они то есть оставили нам соло и оставили санта-фе и оба человека не могут объяснить ну к примеру я спрашиваю то есть что значит не заводится я знаю что есть люди которые там допустим половина людей они знают что такое стартер что такое аккумулятор и так далее но многие есть они кто-то учитель кто-то не за банкир им это вообще не нужно то есть они приезжают сервис оставили обслужили и все и сюда не лезут под капот и когда она не заводится они не могут объяснить там даже что происходит спрашиваешь при этом крутит стартер а он не знает что это такое даже как это что это крутит где крутит в таких случаях мы всех просим оставить машину и уже утром утром вот сегодня вот этот сол еле-еле завелся санта-фе у нас не завел тут я выяснил сегодня утром что нас свечи накала питание все приходится работает это что здесь хороший аккумулятор хорошая масса клеммы что стартер крутит прекрасно вопросов никаких нет а вот нас санта-фе и и оставили сказали что она плохо заводится и горячая и холодная то есть по горячему мы ее сделали там утечка была через регулятор так же была сгоревшая шина свечей накала но выйди сегодня утром попробовав завести ее потому вчера она заводилась идеально она прям вот ну не знаю оборота 2 прям буквально прям круть круть и все и непонятно нет там массы плохой плохой контакт плохой аккумулятор визуально видно что куча проводов и так же здесь на этом двигателе очень многие мучаются приезжают сол сит носит а кстати снимал было видео где сгорала шина свечей накала но она смотрите покрыта вот сейчас здесь будет визуально видно даже вот здесь такая шуба стоит термошуба и под этой шубы не видно то есть горела там или нет и там тогда в том видео было прям не было опыта по этому мотору но просто на холодную под нагрузкой когда я включил я услышал шипение что ты не знаешь шипела горела искрила то есть ну прям очень сильно было и в этом случае мы тоже сейчас будем разбирать снимем шину разрежем этот жгут и посмотрим скорее всего она сгорела и также будем просванивать свечи и смотреть потому что я говорю она прям на раз третьего четвертого раза еле-еле схватывала и прям вот завелась а в целом то есть на горячую вопросов к ней вообще никаких нет ну а так смотрите ну принципе 90 процентов что причиной может являться у нас там шина и свечи в каких-то дизелях корейские шина вообще не сгорает никогда она вечно но в любых других моторах то есть дизельных корейских опять же в корейских не скажу про остальные есть масса то есть тоже проблем ну редко но происходит то есть это у многих есть а к б он вот просто даже грязный и за начнет утечка то есть плохая клемма также смотрите очень много сталкивался что у корейцев у нас электрики что на дубнинской что здесь долгопрудом жалуются что вот эта прикрученная масса то есть корейцы берут и прям прикручивают на краску и так везде то есть здесь одна масса там 2 вот здесь вот так же здесь вот видно что прикручивать и когда попадает влага получается контакт идет только через резьбу болта а болт прокручивается насквозь туда через лонжерон там он ржавеет и потом идет плохой контакт опять же есть моторы которые допустим у нас подкачной насос дизельный находится в баке электрические и также есть ручная подкачка допустим как здесь также ты там у нас гранд старокс и и то есть более старой версии у них опять же как не заводится знаете в течение дня все хорошо вот он подкачной насос стоит ручной и у них есть там такая штука как обогрев топливного фильтра электрически очень часто на корейце сгорает разъем и если допустим на подкачном насосе у нас когда сгорает контакт то мы видим сразу лужу диз топлива а здесь то есть эта проблема только в начальной стадии она будет проявляться как то есть течение дня вы будете ездить все хорошо у вас будет все со свечами все прекрасно но отстояв ночь туда в подкачной насос попадает воздух через именно обогрев у нас греется контакт расплавляется и идет подсос воздух по идее если утром выйти в мороз и накачать подкачку до упора у нас запустится так же хорошо как и обычно но вот этот воздух то есть мы опять же как приезжают и они говорят ну только за 8 там 3 4 раза еле-еле заводится а проблему вообще не в этом также проблемы есть допустим заводится и глохнет это датчик расхода воздуха это тоже одна из причин допустим старых машинах уже десятого года те которые отработали по 10 лет тоже одна из причин плохого запуска это допустим регулятор давления топлива который забита сетка регулятор который не держит давление то есть также форсунки если они сливают в обратку они тоже могут быть с причиной плохого запуска ну вот смотрите чтобы снять шину все накала необходимо удалить проводочку вот она у нас убираем проводочку убираем вакуумную трубочку это управление на турбокомпрессора шланг вентиляции и вот здесь под теплоэкраном снимаем еще три болта и вытаскиваем шину то есть вот она шина свечей накала вот так она выглядит у нас и проблема как правило вот а вот смотри смотри оттуда вытек пластик видел кусок прям то есть расплавилась и вытек час так 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 разин у меня свой есть стол и вот и под этим теплоэкраном есть проблема вот там куча прям такая жесткая она там наварилась да вот он вытекал вот она вся сгоревшие обгоревший кабель ну вот на самом деле даст интересно смотри получается он оплетка целая осталось а внутри просто скорее всего и она здесь нет нет дело в том что вот как раз все повседневные жизни мы прекрасно знаем что медный кабель допустим провоз с алюминием нельзя сматывать то есть нагрузку он не держит но корейцы вот упорно продолжают это делать делается это как вот допустим здесь вот даже в этом случае да вот этот шина именно на 116 114 на дизель одна и та же шина идет ее найти крайне сложно то есть несколько раз я менял я их очень мало здесь выход выход я даже по-моему рассказывал носит что можно взять вот этот разъемчик от мотора d4 cb это вон сзади стоит киа бонга хунда и портер и гранд старекс киа сорэнта вот смотрите вот это хвостик от шины свечей накала то есть она прикручивается не как сделано вот допустим у санта-фе 2 и 2 вот hb а тоже это с d4 cb то есть они вот так прям прикручивают и сама шина и вот этот хвостик у нас силовой он вечный он работает проблем нет а знаете почему потому что вот эта клемма латунная то есть она латунная как и все остальное клемма здесь то есть вот она силовая здесь латунь 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 и везде латунь только почему-то здесь они вот использовали медь с алюминием при нагрузке у нас идет нарушение то есть контакта начинает греться и вот происходит такая беда вариант вроде бы как у нас на складе есть такая шина если она есть это мы ее заменим если же нет то я сделаю также как носит вот такой разъем смотрите единственный момент разъем не подходит вот сюда мы вставляем он не подходит у нас не защелкивается но есть другой момент как показал мне еще электрик там еще на дубниска я работал сам силовой контакт внутри пин он одинаковый так вот сейчас отжимаем и и вытаскиваем вот вот такой пин то есть он у нас и здесь сделаем точно также просто пластиковый переставляем то есть он один в один на все корейцах все одно и то же а эту часть допустим мы просто берем откусываем или отпиливаем вот так ровненько отпиливаем и все и все и вот этого не хватает по длине в идеале да он как раз в идеале туда встает опять же пришел я к этому потому что шина не было делать было вообще ну просто вариантов не было вспомнил что есть такой хвостик что вроде бы такой же пин и вот так это все и решилась то есть точно так же можно поступить на аж а и аж б только там вот вопрос то есть этого длины там не хватит но вот сам принцип то есть у них сгорает шина блин нет такой сейчас машина показал вниз сгорает шина и у них тоже также можно все отпилить и также прикрутить другую латунную все будет работать свечи накала проверяем будем прозванивать работают они или нет как правило оригинальные свечи работают долго и счастливо опять же смотря на таких моторах минус ну поехали и должно у нас пищать что там нормально стоит масс так не пищит не пищит не пищит не пищит а уж не контакт просто плохой берем на двигатель пищит берем на свечу ниже пищит она плюс ничего нету опа вторая еле живая нет и четвертая тоже сюрприз здесь здесь ничего не работает 1 3 вообще отгорели свечи получается 2 4 что-то пытаются сопротивление очень слабая теперь следующий вопрос по откручиванию много раз много раз уже во многих видео было такое что свечи накала у нас есть на холодной стороне головки блока цилиндров это впускной коллектор и на горячий это выпуск здесь они находятся на выпуске и как они будут откручиваться а сколько пробег а пробег 103 тысячи с половиной пусть будет вот как-то так по свечкам здесь тоже я бы не сказал что очень удобно так пробую пошла прекрасно то что свеча сидит с завода очень туго то есть не бойтесь то есть это нормальное явление свечи накала должны затягиваться хорошо вот вторая щелкает не хочет третья также щелкает но если потихонечку не спешить то пойдет открутиться четвертая самая горячая четвертая пошла но я не сказал бы что что-то горячая открутиться если потихоньку аккуратно не не спешить если вдруг встала то надо подать назад когда сажа попадает на кончик свечи накала вот сегодня я мучился наш бы вытаскивал сажа вот видите что происходит когда мы не дотягиваем свечу то есть когда ставим новую свеча вот видно что завода очень туго то есть мы поставили все почистили помазали и затягиваем потуже и чтобы конус сел если мы не дотягиваем то получается вот такая штука сегодня долго мучился еле вытащил должно быть вот так допустим чистенько и такое происходит еще когда свечи там установлены не оригинальные вот как раз а сегодня наш бы я сменил dance как выяснилось то есть их открутили 2 еле работали 2 более-менее то есть тоже были такие моменты сейчас выкручу свечу первого цилиндра покажу рабочая свеча как правило то есть у нас там такого кирпичного цвета будет сам нагревательный элемент вот ведь тут даже завода установлю смазка вот свеча полностью черная то есть она не работала вообще и еще раз ее пытаемся прозвонить уже отдельно просто берем две на массу есть и вот здесь ничего наоборот ничего то есть первого свеча вообще не работает свечи у нас так какие идут по оригиналу что посмотрим вот сейчас сейчас надо почистить чтобы вам показать у нас может быть как нжк также и юра идти так сколько вольт ничего пока не вижу сейчас я потрую по мою попробую как так что попробуем очень разобрать свеча вот так вот правильно свеча хунда и оригинальных он для киа 2 200 11 вольт да у нас здесь юра так сказать что свечи будем выворачивать заказывать и заказывать но не знаю может быть и заказывать потому что не каждый раз мы не каждый день это делаем возможно их нету наличие даже и свечи шина это точно знаю что приходило у нас контейнере скорее а может быть и свечи тоже пришли это же есть ну вот видите с этим авто у нас то есть сложилось так что шина сгорела свечи сгорели а вашем авто это может быть не свечи то есть это может быть как и напомню обогрев аккумулятор плохая масса и все что угодно поэтому если не можете объяснить мастеру что происходит с машиной в идеале будет пригнать с вечера машину записаться оставить ее утром допустим я или допустим у нас владимир электрик мы выходим в 9 утра и мороз уже и и смотрим что что вас крутит где у вас плохо где хорошо где воздух где клемма ну вот и все всем пока до новых встреч